Генеральный партнер программы «Ветлево» – многофункциональный сервис онлайн-бронирования и оплаты туристических услуг. Ваш отдых начинается с «Ветлево Вай». Компания «Центр Курорт» представила на портале «Ветлево» новогодний серпантин по очень привлекательным ценам. Насладиться красотой природы и отдохнуть лучше всего в национальных парках и санаториях Синьокой Беларуси. Любите горы? Хит этого сезона – горнолыжные туры в Красную Поляну в Сочи или легендарные Раубичи? А для детей приготовили сказку у главной елки страны и отдых в знаменитом Зубрянке. Выберите свой новогодний серпантин на сайте «Ветлево Вай». Партнер программы «Беларусьбанк». Банк, который всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия работы профессии в Беларуси – самое сложное? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Тереков и обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь» Анастасия Мачульская решили это выяснить и на себе испытать все особенности национальной работы. Ребята, тяните! Друзья, всем привет! Скоро Новый год, кстати, всех с наступающим! И нужно вкусности прикупить к праздничному столу. Я вот даже список составил. Сель с подшумой, рыбка красная, ну и корочка. Корочка моя любимая. И я как раз сейчас нахожусь на предприятии, которое все это производит. Компания «Санта-Брэмор» хорошо известна не только в Беларуси, но и за ее пределами. Сегодня этот крупнейший мультипродуктовый производитель, кроме знаменитой селедочки «Матиас», выпускает икру, рыбные пасты, продукты из лосося и различные морепродукты. А еще готовые салаты, полуфабрикаты из теста и мороженое. Разрабатывают все эти продукты технологи. Сегодня мне особенно не терпится приступить к работе, и я узнаю, каково это быть технологом на таком крупном предприятии. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий. Главный технолог Николай Степанович. Главный технолог. Николай Степанович, а я как раз хочу стать технологом. Ну, вы, крайне ли, попытаться стать технологом. Что такое вообще технолог? С чего начать? Как превратиться в профессионала? О профессии технолога можно говорить много, но я вам попытаюсь рассказать кратко. Технолог – это одна из самых важных и ответственных профессий на любом предприятии. Для того, чтобы работать технологом, необходимо знать основные стадии и особенности технологических процессов, устройство и принцип работы технологического оборудования и иметь деловые качества, которые позволяют технологу вести контроль и требовать от персонала четкого соблюдения производственной и технологической дисциплины. Технолог – это еще и творческая профессия. При разработке новых продуктов не обойтись без вдохновения. А при их производстве – без новаторских идей. Игорь Степанович, я готов, руки мои готовы. Путь? Пожалуйста. Пойдемте. Первым делом Николай Степанович Мисюк предложил мне изучить, с чего начинается производство всеми любимой селедочки «Матиас». Рыбу компания закупает в Норвегии у лучших поставщиков. На заводе ее тщательно сортируют, а с новой для филе становится самая крупная сельдь. Контролирует все процессы в этом цеху заместитель главного технолога Ирина Тарасюк. Ирина, вот скажите мне, как технолог со стажем, мне, начинающему технологу, коллеге вашему, можно сказать, ведь главная фишка, выразимся так, селедочки «Матиас» – это ваш посол. Мы именно технологи создали ту рецептуру, которая сохранила вкус и аромат бочковой сельди. Мы ориентируемся на разных потребителей. Кто-то любит более соленый, кто-то с приправами, кто-то маринованный. И под каждого потребителя мы стараемся создать новый продукт. В этом чане созревает около 300 килограммов рыбы. Для того, чтобы она хорошо просолилась, несколько раз в сутки ее нужно тщательно перемешать. Все это делает современное автоматическое оборудование, но мне сегодня разрешат перемешать селедку, селедочку вручную. Ирина, я так понимаю, вот этой штукой я буду это делать. Сначала я был рад, что мы с вами приодели, здесь прохладно. Но сейчас хочется уже немножко и раздеться. В общем, осталось подождать несколько суток, и рыба будет готова. После засолки сельдь готова к употреблению. Но для удобства покупателей ее обесшкуривают. Я не знаю, кому достанется этот кусочек сельди, кто его купит, может быть, на новогодний стол. Но он сделан просто профессионально. А нет, порвалась. Порвалась. Ну, а теперь старайтесь ее все равно снять. Бережно очистить филе – задача не из легких. Важно не повредить жировой слой. Он ценный, потому что богат полезными жирными кислотами омега-3. Вот представляете, придет на предприятие такой работник, как я, и кто-то недополучит этих самых кислот. Но Ирина все контролирует, поэтому не допустит такого. Люблю сюрпризы. Вот она! Рыба моей мечты! Лосось! Обратите внимание, лосось не замороженный, а охлажденный. На предприятие он поступает из Норвегии буквально в течение трех суток после вылова. Рыбу разделывает автомат, отделяет филе, удаляет плавники и реверные кости, и после этого филе солит. Ну вот мне и досталась еще одна ответственная миссия. Я буду не просто перемешивать рыбу, а попытаюсь ее засолить своими руками. А вот, кстати, интересно, в этом процессе лучше пересолить или недосолить? Задайте себе этот вопрос, подумайте, а теперь, внимание, правильный ответ. От начальника сектора деликатесной рыбы Зои Пищик. Рыбу нужно посолить, чтобы она созрела, равномерно распределилась соль, потому что в результате всех этих процессов мы получим определенный вкус у рыбы. То есть именно посолить. Приставка по-по-со-лить. Я готов только как это сделать. Посол происходит по уникальной технологии. Используется только морская соль и никаких консервантов. В процессе есть нюансы. Например, на самую толстую часть филе соль надо сыпать гуще. И делать это особыми движениями рук. Мне кажется, еще над пластиком мне нужно немножко поработать. Да. Посоленую рыбу укладывают на стеллажи и отвозят для созревания в специальную камеру. Лучше бы помог и не снимал. Продукции много. Хочется увидеть все. Хочется попробовать все хотя бы глазами. Ну вот, например, Антарктик Криль. Анастасия, Криль, что это за зверь такой, расскажи. И инженер-технолог Анастасия Валуевич рассказала, что Криль – это маленькая креветка рачок, которую добывают на другом конце света – в водах Антарктики. Анастасия знает не только это, но и многое другое. У нас выпускаются пасты на основе рыбного филе. Это Атлантик Фиш и Фиш Муж. Так, Атлантик Фиш. Слышал, но не пробовал пока. Этот продукт, он является более мужским, немножечко тяжелый. А это направлено более на женскую часть нашего населения. Знаете, можно сказать, для него и для нее. Да. Никогда бы не подумал, что рыбная паста может быть мужской и женской. А технологи Санта-Брэмор подумали. Обычная компания Санта-Брэмор ассоциируется с рыбной продукцией. Это селедочка, рулетики, икорка. Ммм, как вкусно звучит. Но сегодня я здесь нашел кое-что очень интересное. Скоро и вам покажу. А пока что, санобработка. Для этого цеха предприятие купило две гигантские сковороды, диаметром 2 метра каждая. Здесь под торговой маркой «Бабушка Аня» делают блинчики с разными вкусными начинками. Я чувствовал этот запах и шел именно на него к вам. Да. И здесь действительно блины. Заместитель главного технолога Ирина Воробьева следит, чтобы не только запах, но и все остальное в блинчиках было прекрасным. Параметры обжарки, качество начинки и, конечно же, вкус. У нас сейчас такое динамичное время, нам всем не хватает его. И вот этот продукт, он позволяет хозяйкам, и не только хозяйкам, высвободить время. Работают сковороды в паре. Первая принимает тесто и обжаривает блин снизу. Вторая доводит продукт до готовности с другой стороны. Затем блинчики поступают на конвейер, и здесь их заправляют начинкой и складывают. Здесь производят около пяти тысяч блинчиков в час. Ну, для сравнения, я произвожу где-то пять. Эх, мне бы домой такую сковородочку. А еще на Санта-Бреморо решили упростить хозяйкам процесс создания выпечки. Здесь, опять же, под руководством Ирины, производят несколько видов теста. Здесь очень важен контроль технолога, потому что тесто может у нас не получиться, если мы нарушим какие-то температурные режимы. Поэтому технолог всегда стоит на страже. На этот раз Ирина стояла не только на страже, но и обучила меня некоторым премудростям работы с тестом. Но я вам скажу, что это целое искусство оригами. Дамы и господа, его величество, технолог компании Санта-Бреморо. Ну, начинающий технолог. Давайте сейчас закроем глаза ненадолго. Принесемся в детство. Вот мы стоим с мороженым в руках, пробуем его и думаем, кто же придумал этот потрясающий вкус? Ну, оно просто пальчики оближешь. И вот сегодня я найду ответ на этот вопрос. Вас ожидает эксклюзив. А поможет мне в этом Людмила. Заместитель главного технолога Людмила Бобович придумывает новые вкусы для мороженого. И у нее для этого есть уникальная пилотная установка. Технологические процессы здесь такие же, как на производстве, только масштаб поменьше. Это очень секретное место. Даже не все сотрудники предприятия бывали в этом месте, потому что это, в общем-то, запрещено. А я же говорю, эксклюзив. Вот видите? Людмила показала мне принцип работы суперустановки. Это настоящая мечта технолога. Столько идей можно реализовать. А потом мы с Людмилой решили придать приготовленному пломбиру какой-нибудь вкус. Я предлагаю устроить нам батл. Людмила приняла вызов. Мне предложила создать три разных вкуса, а сама остановилась на одном. Чувствую, где-то есть подвох. Но ничего, сейчас наш оператор нас рассудит. Игорь, готов? Игорь закрыл глаза, попробовал оба мороженых и сделал свой выбор. Номер один, сказал он. Вот так вот, товарищ, сколько съемок вместе отъездили, он не узнал мое мороженое. Номер два у меня было. Вот номер два мороженое, это было мое. Но, значит, действительно, Людмила, вы все-таки ас. С Людмилой мы провели еще несколько испытаний и несколько дегустаций. Остановиться было сложно. Людмила, конечно, вас поздравляю. Сегодня в баттле выиграли. Но мое мороженое тоже, кстати, было неплохое. А может, мы можем сделать какую-то элементированную серию? Дмитрий Терехов. Я обязательно рекомендую нашим руководствам. Да. Слушайте, круто. Знаете, можно такую вот яркую этикетку прямо и там вот Санта-Бремор. Друзья, я сегодня понял, а ведь не зря все белорусы так любят продукцию Санта-Бремор. Она вкусная, она качественная. Дмитрий Терехович, здравствуйте, Вдоль. Здравствуйте. Наверное, не столько уже азарта в моих глазах. Что я вам хочу сказать? Технолог – это не просто работа, это не просто профессия. Это призвание. Это призвание. Я бы сказал, не только призвание, но и состояние души. Потому что все, что мы делаем, мы делаем с любовью. И поэтому это так вкусно. А вот знаете, друзья, я не буду откладывать в долгий ящик и прямо сегодня куплю продукцию Санта-Бремор. М-м-м, креветочки в салатик. Так, так, селедочку, а вот отлично, свежая селень, форель, копченая сюда же, икурка с копченым лососем. Вот, мус-фиш для нее и аппад-фиш брутально для меня. Осталось только расплатиться карточкой Беларусьбанка и праздничный стол готов. Если рассчитываются карты в Беларуси, то возврат части суммы идет от любой покупки. 5% при покупке билетов в Белорусской железной дороге, а у других партнеров может достигать 12%. Она ожидает скидку 15% при оформлении полиса страхования. Но самое приятное начинается, когда карт-бланш используется за рубежом. Комиссия за снятие наличных в банкоматах снижена на 1,5%. Манибэк от всех покупок за границей 1%. А при бронировании отелей, приобретении билетов на самолет, поезд или автобус за рубежом возвращается 2%. Партнер программы «Беларусьбанк». Банк, который всегда рядом. Генеральный партнер программы «Ветлево». Многофункциональный сервис онлайн бронирования и оплаты туристических услуг. Ваш отдых начинается с «Ветлево Бай». «Ветлево Бай». Канон Рождества Канон Рождества я решила отправиться в сказочное путешествие и исполнить детскую мечту любого ребенка, обнять Дедушку Мороза и попросить исполнение самого заветного желания. Ну а как все мы знаем, это можно сделать только в Беловежской пуще. Беловежская пуще – природное наследие Беларуси, биосферный заповедник, который находится под охраной ЮНЕСКО. Это уникальное место еще называют местом силы. Каждый, кто ступает на эту девственную землю, ощущает вечную связь человека с природой и понимает, насколько она бесценна и щедра. Достоянием пуще является первобытный лес с его вековыми дубами, возраст которой превышает 500 лет. Вы только представьте, какое огромное количество исторических событий пережили эти могучие деревья, сколько тайн они молчаливо хранят, и как много новых поколений они с миром и любовью принимают. Испокон веков символом Беловежской пуще является зубр – могущественный защитник леса. Беларусь занимает второе место в мире по количеству зубров, учитывая то, что с каждым годом их популяция возрастает. В Беловежских лесах удивительно разнообразный животный мир – благородный олень, косуля, лось, кабан, волк, лисица, рысь, барсук, выдра. 59 видов животных обитают здесь, из них 14 занесены в Красную книгу. В Беловежской пуще есть свой научный отдел, который реализует 8 направлений исследовательской деятельности. Ученые изучают динамику и биологическое разнообразие животного мира, редких видов птиц и насекомых, исследуют влияние на них природно-охранных восстановительных мероприятий. Еще с 1948 года началось регулярное ведение так называемой «летописи природы», в которой фиксируются все изменения во флоре и фауне, климате, состоянии природной среды и многое другое. В Пуще стремительно развивается экотуризм. Во всей территории расположены более 20 увлекательных туристических маршрутов и экотроп протяжностью 400 километров. Сейчас я нахожусь в самом сердце Беловежской пуще, в том самом первобытном лесу, где разнообразие животного мира просто поражает. Интересно, а как открываются новые виды животных? Где живет барсук? И можно ли познакомиться с зубром? На эти все вопросы мне ответит специалист-тереолог. Тереолог – это ученый, который изучает млекопитающих, их повадки, места обитания и практическое назначение. Здравствуйте! Здравствуйте! А что вы делаете? Исследую барсучую нору. Да можно я с вами? Да, конечно. Что включает исследование барсучей норы? Исследование включает в себя, вот по списку можно увидеть. Я вижу. Тип леса, рельеф, защищенность, площадь поселения, описание каждого от норка. Вот этим мы сейчас и займемся. Так что давайте перейдем на исследование барсучей норы. Давайте. Изначально нам нужно было изучить тип леса. Здесь мы увидели дуб, граб, березу, сосну. С деревьями разобрались. Дальше смотрим по компасу экспозицию склона. Склон уходит в ту сторону? Ну да, это очевидно. А на сколько градусов? Это значит будет северо-юг. Нет. Северо-запад. Северо-запад. Я тоже так подумала. После склона идет определение защищенности норы. В этой местности она оказалась слабая. Здесь немного заросли, и к норе подойти значительно проще. Барсуки не особо защищаются, поэтому смело можно исследовать. Вот это все, это их норы? Поселение находится само под землей. Новослепи живут под землей. И мы стоим на них? Вот эти вот... Мы же не провалимся туда? Нет. А то неудобно будет, не стучались, гости не просились, а то задвинули. Вот эти вот горы песка, они были под землей, и барсуки их оттуда вынесли, чтобы построить там свой городок. Этот городок барсуков мы без приглашения начали подробно изучать. Сначала посчитали от норки, их было шесть. Дальше все по регламенту. Замеряли рулетка ширину от норка, азимут выходного отверстия, расстояние от условного центра до от норка и азимут от центра. Так, ну вот, есть одна изученная норка? Правильно? Да. Один от норок изученный. От норок. По такому же принципу нам пришлось исследовать оставшиеся от норки. Это невероятно увлекательно. Я даже почувствовала себя ищейкой, которая скрупулезно пытается обнаружить местонахождение преступной группировки барсуков. Терпение, осторожность и точность в таком деле необходимы. Ой, ой. Так. Ну, интересно. Интересно, слушайте, было. Такая самая большая норка, по-моему, вот эта вот. А что это такое? Я вижу, что это не животное было. Я так испугалась. Я думаю, многие, как и я, до этого момента понятия не имели, кто такой вабельщик и чем он занимается. Как оказалось, это охотник, который приманивает животных. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Это вы так дудели, да? Да. Это такие звуки реалистичные были, что меня даже напугало. Ну, это произнося определенные звуки, ао, искажая эта труба, искажает и получается определенный рев оленя во время дона. А вы можете показать мне, как это вот еще раз вблизи? Просто сдалека выглядело внушительно очень. Внушительно. Так, как это делается? А-а-а. Произнося. Я справлюсь. А-а-а. Просто произносите. А-а-а. 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 Меня не устроил такой звук, тем более, что мне выпала возможность взять уроки у одного из лучших вабельщиков в республике, который является призером всевозможных национальных и международных конкурсов. А-а-а-а. 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 Это вообще что было? Это уже четвёртое место уже, да? А-а-а. А мы можем призывать кого-нибудь таким колцем сейчас вот на данный день? Сейчас нет. Почему? Если в солнце стоять, может, кого-нибудь ты призовю? А-а-а. Ну, всю ночь я не готов всю ночь стоять. Ну, это обидно. Ну, ничего страшного, сейчас установим потоловушки и может кого-нибудь... А-а-а. Можем поймать? Ну, на утро посмотрим, может кто-нибудь попадётся. Давайте, давайте я с Суловольством ссу. На фотоловушку в этой местности можно поймать оленя, косулю, барсука и даже медведя. Я очень рассчитываю на медведя, но Сергей мне сказал, что это маловероятно. Ну что ж, утром посмотрим. У нас сегодня было столько, много впечатлений. Изучали норы, ставим фотоловушку. Я устала сегодня, если честно. Наверное, пойду уже отдыхать в номер. Я тоже. Завтра с ним посмотрим, что там. Может, что-нибудь и попалось. Всё. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Гостиничный комплекс Каменюки расположен в национальном парке «Беловежская пуща». Номера здесь разнообразные – от однокомнатных до двух-, трёх-, четырёхкомнатных. В пешей доступности находятся кафе, рестораны и даже вольеры с зубрами, оленями, медведями, волками и другими обитателями пущи. После долгого пребывания на воздухе я немного проголодалась и решила посетить один из лучших здешних ресторанов «Беловежская пуща». В ресторане имеется шесть залов, оформленных в различных стилях – белорусский зал, поварный зал и другие. В меню ресторана блюда белорусской и европейской кухни, а также оригинальные фирменные блюда из дичи по уникальным рецептам от шеф-повара. Я выбрала охотничий зал и словно побывала на королевском ужине. Практически всё, что есть в меню – это дары беловежской пущи. Филе рыбы жареное, лисички в сметанном соусе, дичь тушёное с овощами, драники, фаршированные мясом, жаркое по-беловежски и даже филе зубра. Перед таким широким выбором блюд сложно устоять, поэтому я решила ни в чём себе не отказывать и попробовать большинство из них. После такого насыщенного ужина непременно нужно отдохнуть. Пока я спала, фотоловушка работала, не закрывая объектив и справилась со своей задачей на сто процентов. Она словила то, о чём я даже и не мечтала. Честно скажу, для меня это уникальный опыт. Партнёр программы «Беларусьбанк». Банк, который всегда рядом. Генеральный партнёр программы «Ветлево» – многофункциональный сервис онлайн бронирования и оплаты туристических услуг. Ваш отдых начинается светлево-бай. Рождественское утро! Пора к Деду Морозов! Дедушка, я так давно хотела вас обнять! А вот дедушка и наша Настенька приехала. О, Дима! Настенька! Ну что ты делаешь в моей сказке? Я тут мимо проезжал, да я думаю, вот загляну к дедушке, навещу его. Ну что ты оторопела? Иди, обнимай дедулю. Проходи, Настенька, не стесняйся. Чувствуй себя как дома. Спасибо, дедушка! А обнять вас можно? Ну конечно, если Мороза не боишься. Ой, солнышко! Ой, спасибо! Я потеплее просто, может тоже давно не виделись. Привет, привет! Деду Морозу, привет, привет! И сразу... Присаживайся! Ой, спасибо, спасибо! Наконец-то добралась до вас! Угощайся, чем дед послал! Спасибо! Пичка! Да, пожалуй! Главное, чай согреться! Согреться обязательно чаек у Деда Мороза горячий на травах пустянских! Такого нигде и не отвезаешь больше! Я попала в настоящую сказку! У дедушки было так волшебно, красиво и вкусно, что захотелось остаться! Спасибо! Хочешь остаться? Да! На праздник бы! Что же тебя смущает, что стесняет оставаться? Серьезно? Будет весело! И еще, дедушка, хочу загадать самое заветное желание! Одно? Одно, но большое! Я знаю, что оно исполнится! Ведь это я у вас попрошу! Исполнится обязательно! Желание, которое загадано здесь, в поместье, исполняется у большинства гостей! Есть только одно правило сказочное! Исполнившись, желание жизни обязательно должно в лучшую сторону изменить! Только сформулировать его не так-то просто! И для того, чтобы сделать это, нужно поместье мое обойти! С пчелками на пасеке пожужжать о сладкой жизни! Дела свои некрасивые вспомнить возле волшебной мельницы! Ну, а уже тогда только можно до полян 12 месяцев, месяца своего рождения выбрать, обнять его покрепче! И заветное желание самое-самое загадать! Ну, а если человек хочет на семьи своей, возле новогодней елочки! Ведь Новый год по семейной празднике! А дальше волшебник! По нему перейдя, вспомнишь всех своих близких, родственников, друзей, коллег, знакомых! Каждому пожелаешь удачи, здоровья, любви, мира, исполнения их заветных желаний! Ну, давайте чаю травяного за наш сезон и с дедушкой! За сезон и можно и чок! Да! Мы загадали наши заветные желания и отправились к дедушке на праздник! Ну, а теперь идем встречать семью! Увлекательные конкурсы, море угощений, выступления артистов, танцы, хороводы вокруг елки и даже фаер-шоу! Можно сказать, что встреча зимы была грандиозной! Столько гостей я не видела давно! Атмосфера волшебства и хорошего настроения витала в воздухе! Я почувствовала столько надежды, веры и добра в этом месте, что, надеясь, сохраню этот заряд энергии надолго! И я знаю, что обязательно сюда вернусь в новом 2022 году! Да, Дима, давно у нас не было такого праздничного рабочего дня! А я же тебе говорил, что это волшебное место! Да! Оно обязательно вернет нас в детство, подарит яркие улыбки, горящие глаза и потрясающее настроение! Это правда! Слушай, Дима, хотелось спросить, а что будет дальше? Ну, а что будет дальше? Дальше все будет хо-ро-шо! С Рождеством и Новым Годом, друзья! До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Партнер программы «Беларусьбанк» Банк, который всегда рядом! Компания «Центр Курорт» представила на портале «Ветливо» новогодний серпантин по очень привлекательным ценам! Насладиться красотой природы и отдохнуть лучше всего в национальных парках и санаториях Синеокой Беларуси! Любите горы? Хит этого сезона – горнолыжные туры в Красную Поляну в Сочи или легендарные Раубичи! А для детей приготовили сказку у главной елки страны и отдых в знаменитом Зубренке! Выберите свой новогодний серпантин на сайте «Ветливо Бай»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова